Мне 26 лет, у меня есть небольшой бизнес. За два года я сбросила почти 45 килограммов благодаря любви к тяжелой атлетике и изучению принципов правильного питания. В школе у меня не было проблем с лишним весом, а в колледже начались. Я всегда была душой компании, но со временем начала страдать от боли в суставах, у меня развелась депрессия. И еда была отличным способом порадовать себя. Я перестала ходить на учебу, у меня не было ни диплома, ни работы, и единственным, что я могла хоть как-то контролировать, было мое здоровье. Так что я переключилась на него. Идея ходить в зал мне не нравилась, и я начала с питания. По утрам ела кексики, которые заменила на яйца и овсянку. И сразу почувствовала себя лучше. Я добавила в рацион авокадо, рыбу и продукты, которые надолго насыщают. Завтрак, зеленый коктейль, яйца, ягоды, в другие дни, овсянка или другая каша. Обед, большой салат с рыбой или курицей и овощами. Перекусы, фрукты, орехи. Ужин, мясо с рисом или другим гарниром. Я всегда немного завидовала девушкам с красивым тренированным телом. Когда я изменила питание, появилось больше энергии для спорта. Я начала с домашних тренировок, но через пару месяцев почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы пойти в зал. Правда, в первый раз я тут же ушла, застеснявшись, но потом начала появляться там чуть ли не каждый день. Я слушала бесконечные подкасты о тренировках, изучала со специалистами, как заниматься со свободным весом. Я хотела похудеть и заодно изменить свое тело, чтобы чувствовать себя сильнее. Я занялась бодибилдингом и грамотно распределяла тренировки на разные группы мышц. Например, в понедельник качала мышцы ног, во вторник, плечи и трицепсы и так далее. Это хобби помогло мне найти призвание, я выложила историю своих тренировок в инстаграм. И многие оставили ободряющие комментарии и перепостили мои снимки у себя. Я начала рассказывать о том, как изменила свою жизнь, завела канал на ютюб и получила еще больше подписчиков. Я создавала планы тренировок и вдохновляла начинающих, в итоге возникла целая компания, посвященная спорту и здоровому образу жизни. В первую очередь, спорт. Теперь я совсем иначе отношусь к себе и меняюсь с каждым днем. Конечно, было очень важно следить за питанием, но проблемы с переходом были только в первые недели. Затем организм привыкает к новому и больше не хочет питаться по старым принципам. Надеюсь, моя история вдохновит на перемены тех, кто по каким-то причинам не может решиться на это. Фото инстаграм.